Я все-таки склонен больше относиться к истории как к такому сложному, неперсонализированному процессу, потому что в мировой истории, допустим, Первая мировая война – это действительно значимый рубеж, из которой мир вышел другим и по другим принципам начал жить, и другие представления сложились. Здравствуйте, меня зовут Антон Веселов, а это программа КПД «Идеи». Это серия бесед с ведущими учеными Сибирского отделения Российской Академии Наук и не только. Сегодня мой герой – доктор исторических наук, директор Института истории Сибирского отделения Российской Академии Наук Вадим Маркович Рынков. И, конечно же, прежде всего хотелось бы поговорить о вашем пути, об истории вашего исторического пути. За четверть века своего присутствия в Институте истории вы прошли, кажется, вообще все карьерные ступеньки, которые только могли себе представить с самого низа до самого верха, до директора Института. Наверняка вот тогда, вот 25 лет назад или даже чуть больше, вы для себя какую-то пытались вычленить миссию. И давайте поймем, на сколько процентов вы уже успели ее выполнить? Ну, думаю, что далеко не на все 100%. Хотя реально получилось так, что миссии оказалось две. Первая, изначально предполагавшаяся, когда я шел в институт и рассчитывал работать там долго. Так и получилось. До пенсии нет. Я надеюсь работать там еще дольше, чем сейчас и ближайшая пятилетка. Вот. И там была, ну, некая программа научная, которую я хотел реализовать. Наверное, я на какой-то части пути сейчас приостановился в связи с тем, что вторая миссия, возникшая неожиданно совершенно для меня, во многом в силу обстоятельств, я вовсе не планировал двигаться у себя в институте по административной лестнице. И не делал этого до поры до времени, потому что, как бы, традиционный путь, там, человек возглавляет сектор, становится заместителем директора, входит в администрацию, потом делает шаг... Из круга допущенных. Да, на эту высшую в институте должность. У меня такого не было. Вот. Поэтому там в силу обстоятельств действительно так получилось. И не все ступеньки, как вы сказали, карьеры даже научной мне довелось пройти, потому что с младшего до старшего научного сотрудника я двинулся в следующую ступень. Это предполагается у нас в институте после защиты докторской. И мне не довелось на следующую научную ступень передвинуться, потому что был избран директором. Должность ненаучная. И есть традиционное в Академии наук представление о директоре... Иерархия такая. Да, как руководители научном, прежде всего, лидере определенного научного направления и человека, который на своей должности продолжает делать науку. Вот. Мой предшественник Владимир Александрович Ламин реализовался именно таким образом. Очень много сделал на послу директора и в научном плане. Но объем административной работы нарастал в последние годы как снежный ком. И для меня было совершенно неожиданно, что совмещать очень сложно научную работу и административную. Быть научным и административным тараном сразу. Да, меня теперь на многое в научной части не хватает. Поэтому я двигаюсь сейчас черепашей и шагаю. А вот это вот черта характера, вы говорите, что изначально хотели проработать в этом институте до пенсии. Это основательность и верность вот такая в характере. И сейчас хочу. Не вечно мне быть директором. Естественно, я очень рассчитываю вернуться потом обратно на научную должность и продолжить реализовать ту программу уже более быстрыми темпами, которую и предполагаю. Тем более, что то, что было 25 лет назад, и Кугозор был немножко другой. И программа была уже, она непрерывно расширяется и обрастает разными параллельными проектами. И до директорства я все время в двух-трех проектах научных участвовал. Поэтому достаточно плодотворно двигался вперед. Но, правда, уже только на директорском посту защитил докторскую. Вы избрали социальную и экономическую политику контрреволюционных сил России в столетней давности. Почему? Ну, это тема диссертации. Я могу, конечно, и об этом рассказать. Реально научные интересы гораздо шире. Даже по книжкам видно, что там, так сказать, вокруг достаточно много параллельных проектов. Тема кандидатской, когда-то и диплома, и кандидатской диссертации была связана с историей контрреволюции. Первоначально с экономической политикой. Контрреволюционных. В той научной риторике 90-х годов все-таки преобладало в терминологии контрреволюционные правительства. Антибольшевистские, получается. Это более сейчас общий принятый термин. Для меня со временем, поскольку я формировался прежде всего как экономический историк в широком смысле слова, разными темами экономической истории всегда старался заниматься, для меня при этом проблема показалась фундаментальнейшая. А как в условиях военного, экономического кризиса решались огромные, нараставшие, как снежный ком, социальные проблемы. И выяснилось, что это направление политики абсолютно никем не изученное до меня. Здесь без преувеличения могу сказать, что я первооткрыватель этой темы. Уже в процессе того, как я начал работать, появились коллеги, которые тоже проявили интерес. Соучастники. Мы параллельно двигались. И мне было еще интересно то, что редкий случай даже коллеги-профессионалы говорили, да брось ты, да какая там могла быть экономическая политика. Хаос. Совершенно верно. Им было не до этого. А вот еще одна моя старшая коллега, Ирина Владимировна Поткина, которая недавно опубликовала книгу по законодательству периода Первой мировой войны, предшествующая. Она сказала, что я занималась экономикой, ну, как и ей. Для меня было открытие, что гораздо больше усилий царское правительство в условиях Первой мировой войны затрачивало на решение социальных проблем. То есть это действительно огромный неисследованный пласт проблем. Тем более, что здесь есть фундаментальная антиномия экономическая, бюджет весь на войну, а проблемы социальные нарастают, как снежные. Мне кажется, еще и общество как-то не готово обсуждать, скажем, экономику войны или тем более социальную политику военных действий, во время военных действий. Это касается не только вот этого рубежа начала 20 века, но и Первой мировой, и Великой Отечественной, и других войн, в которых мы участвовали. Как-то они вроде бы вынесены за скобки. Война, она совершенно по другому принципу проходит. Это правда. Это правда. В общественном сознании это действительно как бы и не большая проблема, но в структуре научной проблематики сейчас многое поменялось. И то же самое можно говорить про Великую Отечественную войну. 20 лет назад считанное небольшое количество исследователей этим занимали. Сейчас очень много литературы посвящено не собственно военным действиям, а обществу, его социальному состоянию, и политике государства. Организация этой сложнейшей машины. В отношении общества, конечно. И последние десятилетия в этой сфере совершен, я думаю, целый настоящий прорыв. О беженцах, об эпидемиях, о хаосе эвакуации, которая в советское время представлялась, буквально, так сказать, простроенная по партийным директивам. Ну, на самом деле, сейчас мы совсем иначе представляемся. За переселение народов тоже кто-то должен был платить, и это были колоссальные деньги в том числе, с точки зрения экономики. Ну, переселение, да, переселение – это более широкая проблема, связанная не столько, конечно, с Великой Отечественной войной, и вообще 20-е, 30-е, 50-е годы все это было, и компенсаторное переселение в те места, откуда выселяли и так далее. Да, это тоже серьезное новое направление научных исследований. Но тут я хочу сказать, что я себя формировал еще раз говорю, как прежде всего экономический историк, который на все, даже на социальную политику, старался смотреть как на проблему экономическую. Каковы издержки, какова цена? Это получается самая сдержанная позиция, правильно? Как распределялся бюджет, как решались вопросы распределения бюджета, как принимали решение, что в этих сложнейших условиях надо что-то выделить на социальные нужды и так далее. Это же, наверное, самое сложное для историка – не быть окрашенным. Ты за белых, за красных, там, за кого? А если с точки зрения экономической политики, если с точки зрения чистых цифр, если ты распределяешь историю по интересам и денежным потокам, тогда ты оказываешься вне вот этих всех политических коллизий. Я всегда старался быть именно таким историком. И получается, что вот те события, о которых вы писали, антибольшевистские вот эти силы, начало, там, десятые годы 20 века, это же модельная ситуация, которая, в принципе, почти так же и смута, и сложности, и многопартийность, и вот эти вот разные движения, они же повторялись и в Первую мировую, и в другие войны, и даже в гражданские вполне времена. В принципе, все ровно так же и легкая смута, и вот эти сложные времена, как мы привыкли говорить, и они по-прежнему не кончаются. Ну да, у нас в России времен сложных было много, но я всегда стараюсь строить свою тему даже не в общий российский, а в мировой контекст, потому что тут типологическая ситуация именно с точки зрения мирового опыта. Перед тем, как вас назначили, выбрали директором Института истории, как раз было столетие, тема, о которой вы пишете. Вы почувствовали двойной, тройной, не знаю, пятерной интерес к этой теме? Ну, наверное, во-первых, да, во-вторых, даже в более широком контексте, потому что с этой темой довелось участвовать в целом ряде таких научных мероприятий. Международных в том числе. Международных, самых разнообразных, и это прямо в преддверии столетия Первой мировой войны, с 12-го года начиная, я пошел в шквал вот этих мероприятий. Поскольку я историей Первой мировой экономикой и социальной политикой Первой мировой войны тоже активно занимался, вот с тех пор я в обойме этих мероприятий, и часть из них довелось организовывать в том числе и самому столетию. Последнее в прошлом году было посвящено столетию окончания гражданской войны. Мы проводили конференцию у нас в институте, посвященную этой теме. А у вас есть какие-нибудь, ну вот не знаю, любимые герои или какие-то ключевые личности, там не знаю, Франц Фердинанд, после которого все, мир изменился, и обратно уже нельзя было вернуться? Может быть, в экономической политике России или всего мира? Может быть, в исторической какой-то теме? Человек, который изменил ваше представление об этом времени или тогда изменил ситуацию? Я, наверное, не очень персонализирую историю. И для меня, нет, изменил ситуацию, ну, конечно, здесь без преувеличения можно сказать, что победу большевиков во многом определил вождь Владимир Ленин. А то, что это кардинально переменило мировую ситуацию, ну, да, это факт. Но я все-таки склонен больше относиться к истории как к такому сложному, неперсонализированному процессу, потому что в мировой истории, допустим, Первая мировая война – это действительно значимый рубеж, из которого мир вышел другим и по другим принципам начал жить, и другие представления сложились. А личности уже цепляются друг за другом? Да, и в этом смысле. А осмыслил новую ситуацию Кейнс, экономист, который посмотрел, что в новой ситуации экономика может работать по-другому, и ей управлять надо по-другому. И, так сказать, изменил взгляды экономистов. А в целом, я вот даже выписал эту цифру, не знаю, наверное, она уже не актуальна, но больше 250 научных и научно-популярных статей вы выпустили. Во-первых, где граница между научной, чисто научной такой составляющей научпопом, и второе, что из этого вам самому вот в первую очередь приходит в голову, может быть, даже вы там пролистываете свои работы прошлых лет? Ну, есть любимые, и они не связаны даже вот с... Не с этой магистральной темой. С ключевой научной тематикой, потому что научных таких вот проектов ответвления, их очень много. Ну, она не просто любимая. Статья, которая является моей самой цитируемой, она вышла в журнале «Отечественные архивы», и она посвящена проблеме источниковического анализа периодической печати. Это очень близко, мы не лично. Она просто, ну, по уровню цитируемости на несколько порядков превосходит все остальные. А почему? Как вы можете это объяснить? Ну, это общая научная проблема. Применимая в разных отраслях. В разных отраслях. Поэтому я вижу, пользуются, ссылаются представители совершенно разных, историки, изучающие разные эпохи. Экстраполируют на свой предмет. Представители разных научных направлений. ЕФ. Ну, вот, собственно, пожалуй, вот это. Ну, и последняя книга, которая расширенным вариантом докторской является. Ну, у нее еще впереди, она в 22-м году. В 22-м году вышла. Совсем еще юная. Да, поэтому, как это с той же самой цитируемости бывает, года через 3-4 начнут раскачиваться и дочитают, и начнут цитировать. У меня необычная судьба первой моей книжки «История финансовой политики». Историки, она достаточно рано пошла в открытый доступ, существовала. Она в 2006 году опубликована и с 2010 уже в открытом доступе была в электронном виде. Ну, историки примерно там через пятилетку начинают цитировать, если работа требована. Не торопятся. Да, это нормальная ситуация. За первые годы цитирований нет. Шквал обращений от банистов. Там потому что была глава, посвященная, так сказать, выпускам в многочисленном денье в годы Гражданской войны. И они первыми прочитали, стали писать. Никто не усомнился в том, что я коллекционер-банист, потому что с их точки зрения этой темой не может заняться другой человек. А вы нет, не коллекционер. Да, вот я им объяснял. Они спрашивали, а у вас что есть на обмен? Мне очень понравилась ваша книга, там много интересных материалов. Скажите, какие у вас ценные коллекции Буны? Я писал, никаких. Это не доработка. Надо доверствовать. Закончилось тем, что коллеги потом мне подарили такие несколько. Просто сказали, чтобы она была, эта коллекция. И вы не развиваете ее, нет? Ну, нет. Вы знаете, я вот, поскольку меня это интересует не столько как предмет коллекционирования, сколько как... Идея. Как научная проблема, конкурирующий выпуск идеи. И собрать их все, это стоит очень больших финансовых вложений. Хотя не такие разнообразные, я помню, все эти керенки, все разного размаха, размера. И поэтому я, в общем-то, их хорошие сканы в свое время собирал, и сейчас интернет позволяет их даже не собирать, а все... У вас есть цифровая коллекция. Да, в реальном режиме, когда надо скачать. А вот эта вот граница, вы об этом не сказали, между популярным, научно-популярным и чисто научным. Можно ее как-то определить пожестче? Пожестче, наверное, в крупных формах ее приходится. И научно-популярный жанр – это сложнейший жанр, гораздо более сложный и трудоемкий, чем написание научной монографии. На неподготовленного читателя, просто на любопытствующего. Мне довелось брать интервью у Алексея Георгиевича Алексеева, известнейшего специалиста по Псковской судной грамоте, по времени Ивана Третьего. Историки знают и учились по его книжкам. И это книжки как раз научно-популярные. Вот он в своем интервью рассказал о том, как ему довелось в этом жанре поработать. Дает сложнейшие тексты, не каждому дающиеся, требующие огромных трудозатрат, и не у каждого получающиеся. Вот у меня, слава богу, определенный язык нужен, так, чтобы открыли и дочитали. И это надо уметь так писать, чтобы увлечь людей. У вас такие книги есть? Нет. Нет у меня. Статьи. Статьи. Да, статьи. Ну вот, журнал «Родина» опубликует такие статьи. И еще несколько журналов. Важна тема. Статью нужно написать по какой-то забойной теме. Да, про особенности, так сказать, продажи алкоголя в годы гражданской войны. Это забирает сразу интересно. Да, про золотой запас. То есть, есть тексты, которые вроде бы даже в сборниках конференции публиковались, но они написаны вполне себе научно-популярным языком. И это видно, потому что... Да, и стараюсь выкладывать в открытый доступ, чтобы читали, читают. И востребовано это. Больших книг не довелось написать. Я думаю, что... Как могла бы выглядеть ваша книга о денежных знаках? Представляете, переходного вот этого периода? Ох, красиво. Я знаю, есть люди, которые все статьи свои публикуют в двух видах. Научные и научно-популярные. С переводом. Да, фактически освеженный текст. Но убрали научно-справочные аппараты, опубликовали в газете. Но показателем для меня является тот факт, что действительно научно-популярные книги читает абсолютно неподготовленный читатель. У меня есть блестящий знакомый Владимир Борисович Безгин из Тамбова, который пишет о крестьянстве. И вот его книжки показателем. Я читаю, у меня забирает супруга. Она филолог, но он не историк. И мы конкурируем, и она дочитывает до конца. Хорошо написано, замечательно читается. Наверное, таким же талантом в идеале должен обладать и преподаватель. А у вас же как раз огромная преподавательская деятельность не только в рамках НГУ и исторической науки Академии Городка, но и вы были ведь в Новом Сибирском институте. Да. Большим человеком. Кафедрой завидовал. Завидовали кафедрой. Что вот этот уровень ответственности за новые поколения от вас зависит, какими они будут, какими научными интересами они будут оперировать. Пойдут ли они в науку или останутся в научно-популярной теме? Это вам выбирать по большому счету. Частные наши вузы, это, конечно, особая история. Туда попадают, как правило, ребята, которые не поступили на бюджетные места. Они попадали, когда я там работал, на бюджетные места в другие университеты. Поэтому такой контингент, который... Ложнее для вас, для преподавателей? В чем-то легче, в чем-то сложнее, потому что, ну, они как почти... Большинство из них, как чистые из бумаги, да? Поэтому для них... Вот я им какие-то новые совершенно вещи, очень простые рассказываю. Доверчивые? Ну, открытые. Доверчивые, совершенно верно. И поэтому... Проще, потому что очень простые вещи приходят. А в НГУ приходится прорываться. Слишком подготовленные абитуриенты. В НГУ специализированные курсы. И там работать интересно. И до сих пор готовлюсь каждый год. Серьезно? Готовлюсь к лекциям. И стараюсь не повторяться. Вот. В НГУ работать всегда было интересно. И, в общем... Это особый вуз в масштабах всей страны, все-таки. Да. Ну, вот, кстати говоря, по поводу карьеры. Она для выпускника университета довольно типичная. Потому что я чуть дольше работаю в университете, чем работаю в институте. И все время параллельно работал и там, и там. Потому что вы представитель школы, и вы должны поддерживать эту школу, правильно? Ну, конечно. Стараюсь. Стараюсь. А занятий сейчас очень немного, конечно. Потому что совмещать серьезное преподавание даже формально с министерством не всегда удается. Удалось бы, я думаю, договориться. Они смотрят, сколько, какую дольку ставочки в вузе ты берешь. Древнивые. Да, у меня была одна десятая согласована. В общем, там, конечно, часы не вычисляют. Но, в общем, примерно этого я должен придерживаться. Это фактически такая экономика производства. И история вашего института, института истории сибирского отделения, она как раз начинается с этой части истории. Как мне кажется, довольно неожидной для многих людей. Хотя, если вспомнить 61-й год, резкий подъем экономики, промышленности, послевоенные наши победы, полет человека в космос, все остальное. Вроде бы логично. Институт экономики, институт истории, как институт, который рассказывает о наших победах на индустриальном фронте. Ну, индустриальном, я думаю, вы имеете в виду историю возникновения нашего института. Поскольку мы появились изначально как подразделение института экономики. Три единственного, причем такого. Да, и, соответственно, изначально и по замыслу мы историей экономики должны были заниматься. Но замысел расширился, и когда мы стали уже самостоятельным институтом истории, философии, филологии, гуманитарным институтом, то там вся история Сибири была охвачена. Но, наверное, конечно, это заранее продумывалось отцами-основателями и просчитывалось, потому что институт создавался под такой мегапроект «Пятитомник. История Сибири». И вот, собственно говоря, первым крупным продуктом этого института стал «Пятитомник», который по-настоящему был в то время прорывным, в 68-й год. То есть, считанные несколько лет подготовили, собрали не просто научный коллектив, но и объединили историков Сибири вокруг, так сказать, вновь возникшего академического института. И довольно быстро выдали, так сказать, этот «Пятитомник», который воспринимается, ну, уже сейчас, наверное, как памятник историографии образцовый для своего времени. Вобрал в себя все лучшее. Да, за него никогда никому не было стыдно. Хотя он, конечно же, продукт своего времени, и вся историографическая риторика конца 60-х там присутствует. Это иначе не могло быть. Ну, в общем, и дальше мы и продолжали развиваться, как институт, который вот периодически такие крупные проекты реализует. Потому что потом была история крестьянства и сельского хозяйства, история промышленности и рабочего класса. Вот, историю интеллигенции, науки интеллигенции не написали, хотя, может быть, просто советское время реализации таких проектов прошло, а в постперестроечное время уже, ну, там, так сказать, другой отсчет для этих проектов был, и другой способ формирования. Хотя сейчас, вот спустя 50 лет, мы в процессе как раз повторения нашего первоначального прорывного опыта, это история Сибири фундаментальная уже, новые тома археологические вышли, мы сейчас готовим к выпуску тома по истории. Они вот с редактором работаем, они в следующем году будут. Как вы выбираете вот эти большие проекты? Ведь на их исполнение может даже не хватить вашего директорского срока, например. И они должны быть, с одной стороны, революционными, смелыми, иначе, ну, зачем такой научный труд нужен? А с другой стороны, должны быть обоснованными и, в общем, убедительными для вашего учредителя. Ну, проект по истории Сибири мне достался в наследство. То есть я его не выбирал, я в нем изначально участвовал как автор небольшого раздела, а теперь уже как директор руковожу окончательной реализацией. Честно говоря, получился долгострой. Потому что долгое время не было денег на реализацию этого проекта. Сейчас они... Так сложилось, что появилась возможность и завершить сам проект, и мы рассчитываем деньги под очередной том полученный, рассчитываем и под следующий получить на издание на самом. И параллельно то, что изначально вообще полагалось, что этот четырехтомник будет выпущен 10 лет назад. Потом он превратился в долгострой, был немножко отложен, а потом пришлось довольно много усилий потратить на его актуализацию, потому что за 10 лет многое поменялось. Нужно было учесть новейшие историографические видения. Нам сейчас это удалось. И он уже не в том виде, в котором изначально задумано выпускаетесь. Вот. Ну а крупные проекты, я думаю, еще впереди новые у института, потому что есть некоторые задумки с коллегами из других институтов. Коллеги из института российской истории сейчас в процессе реализации такого огромного мега 20-томной истории России. Тома выходят, как это часто бывает, не в том порядке, в котором они нумеруются. Как закончили, так и выпустили. И вот, видимо, второй по времени выхода будет наш 12-том, посвященный истории гражданской войны, в котором я тоже принимал самое активное участие. Я автор, из меня на редколлегии. Вот в конце года он, причем в двух частях. Тома в двух томах. Тома в двух томах. Там почти 160 печатных листов, огромные тома будут. Так что, ну, сейчас наступает, наверное, эпоха новых мегапроектов. И я думаю, что мы, когда закончим с историей Сибири, в институте возьмемся за реализацию очередного такого крупного. Есть задумки. Мы и посетители фестиваля научной книги, мы находимся на технопроме, на фестивале научной книги. И люди, которые приходят на эти стенды, уже оценили масштаб вашей работы, ваших книг и вообще книг Института истории. Но не только этот фестиваль, естественно, не только наши дружеские отношения нас роднят ГПНТБ Суран и Института истории Суран, но и, например, коллекция старопечатных или рукописных изданий. Вы сами что считаете абсолютной ценностью вот такой исторической, ну, материальной я имею в виду? Я предполагаю, что это, наверное, книга. Ну, последние годы она все больше становится виртуальной. Но, конечно, книга во всех видах научная, художественная. Поэтому я с первого курса регулярно посетитель ГПНТБ. Наверное, читатель с очень большим стажем. Читатель... У меня читательские десятков библиотек страны, в которых я работал. Регулярно работаю с электронными сайтами библиотек. Огромная и бумажная дома, и электронная коллекция книг. Поэтому, да, конечно, книга, но... В какой-то степени архивы, в которых вы еще больше времени провели, тоже библиотеки ведь, да? Знаете, ну, я, конечно, как любой гуманитарий, ощущаю, что вот это вот многообразное наше материально-духовное... То есть материальные носители духовного наследия... Это наше достояние, которое надо хранить, приумножать, выставлять в как можно большем объеме выставочных пространств. Сколько вот не ездил последние годы по музеям, почти у всех гигантская проблема, недостаток выставочного пространства. У библиотек размещения фондов, у архивов размещения фондов доступ читателей и так далее. То есть у нас, на самом деле... Мы слишком много производим... Много... ...идей. Много проблем, которые требуют большого финансового вложения, чтобы их... Мы тоже очень надеемся, что ГУПНТБ СУРАН появится в вторую очередь, и нам будет где хранить наши великолепные издания. Последнее, о чем хотел вас спросить, и об этом меньше всего говорят, меньше всего известно. Кто вы такой за пределами Института истории и ваших исторических интересов? Ну, должна же быть у человека обычная гражданская жизнь? Какие-то увлечения, не связанные с историей вообще? Есть что-нибудь? Сейчас... Ну, вот... Когда я был студентом... Рисую, пою, танцую. Я не получил музыкального образования. Я не знаю нотной грамоты. Но я, когда еще был студентом, и даже школьником, вот непрерывно в процессе слушания музыки. Последние годы, конечно, меньше возможностей. Но продолжают, с одной стороны, меньше возможности ее громко слушать. В кабинете, так сказать, директорском она звучит, когда в соседних секторах это не будет пугать. Вот. Но зато больше возможностей все, что угодно достать в интернете и послушать. А что слушать, если не секрет? Наслаждаюсь. Джаз. Причем... Мы с вами коллеги. Как и в науке, я шел от какого-то определенного направления, расширялся, расширялся, расширялся. С удовольствием сейчас слушаю, стало доступно джаз двадцатых. Самые истоки, хорошие очищенные записи, доступные через интернет. Ну, классическая музыка. Да, у меня коллекция пластинок начала формироваться с классики. Миниловых. Да, конечно, она стоит, хотя сейчас уже как такая ретро-коллекция, не на чем слушать по-третьски. Но все доступно, поэтому что-то, какое-то очень редкое исполнение. Невообразимые пространства интернета сейчас позволяют сделать все, что угодно. Иногда бывает, придешь с концерта и найдешь какое-то совершенно неожиданное исполнение того, что только что слушал. И с удовольствием слушаешь. Мне кажется, это интервью поможет вашим коллегам, которые до сих пор еще не знают, что вам подарить, как определиться с подарком. Спасибо огромное. Я напомню, что это программа КПД «Идеи». Меня зовут Антон Веселов. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, директор Института Истории Сибирского отделения Российской Академии Наук Вадим Маркович Рынков. Мы обязательно еще увидимся. Приходите в ГПНТБ «Суран», приходите на фестиваль научной книги. Мы ведем свою трансляцию из «Технопрома-2023». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова